Примерно так могло выглядеть греческое поселение на берегу Черного моря. Реконструкция основана на археологических исследованиях, изучении письменных источников. После упадка античной цивилизации территорию Греции, а затем и Северного Причерноморья, завоевала Османская империя. Через 400 лет, 25 марта 1821 года, в одном из монастырей прозвучал призыв к восстанию. Война шла около 8 лет. Еще до начала концерта председатель Национально-культурной общественной организации греков города-курорта Валерий Асланов показал Генеральному консулу Республики Греция в Новороссийске Гавриилу Стильяносу стенд, на котором античные находки соседствуют с современными изделиями и литературой. Культура греков при Черноморье сохранена и развивается. Сегодня греческая диаспора и Греция празднуют большой праздник – День независимости. Дату, когда мы смогли освободиться от турецкого ига, и было это не без помощи России. Праздник двух братских народов, и где лучше это можно показать, как не в Анапе, где мы видим динамично развивающуюся греческую диаспору, которая сотрудничает с муниципалитетом. В свою очередь, глава города-курорта Юрий Поляков отметил большой вклад греческой диаспоры в экономику, а также в культурную жизнь муниципалитета. Глава курорта вручил почетную грамоту Валерию Асланову за работу по сохранению национальной культуры, а также помощь в организации социально значимых мероприятий. От имени диаспоры отметили учителей греческого языка, артистов, спортсменов. Хочу поблагодарить греческую общину, хочу поблагодарить общество Анапское, Горгипия за все то, что они делают для муниципального образования. Поблагодарить их за то, что они сохранили культуру и язык греческого народа, за то, что у нас дружба. Народ России и народ Греции – это два дружественных, братских народа. Нас объединяет религия, вера, культура и отношение к жизни, любовь к жизни. Я от имени Совета поздравляю всех с праздником, здоровья всем, удачи, благополучия и мирного неба. Целый блок двухчасового концерта посвятили дружбе народов, живущих сегодня на побережье Черного моря. Шуточная постановка о важной роли женщин в жизни казаков, особенно когда нет войны и хочется расслабиться. Берущая за душу и русского и грека цыганская песня, а народной артистке Узбекистана Наталье Нурмухамедовой многие подпевали, потому что танцевали и знакомились, в том числе под музыку локально-инструментального ансамбля «Ялла». А в финале танец, в буквальном смысле обнимающий всех в зале. В рамках перекрестного года туризма России и Греции Анапа, как древняя горгипия, станет одной из площадок фестиваля «Античное наследие России». Он пройдет в самом начале предстоящего курортного сезона. Александр Ребека, Роман Беркалеев, Анапа. Регион.